Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. У меня для вас две новости. В среду, 10 октября, огромное падение наблюдалось на рынке акций, в основном американском. Индекс NASDAQ упал очень сильно, индекс S&P 500 упал тоже значительно на 3%. Это небывалое падение со времен последнего кризиса. И вторая новость. На этом можно зарабатывать. Вот, посмотрите, на закрытие дня 10 числа индекс S&P 500, посмотрите, какое падение жуткое. Курс акций, индекс S&P 500, это курс акций совокупный в среднем, средняя температура по больнице, упал до августовских значений. Посмотрите, какое значительное падение. Курс NASDAQ еще ниже упал, Dow Jones, ну, соответственно, там просто разные индексы. Вот, индекс волатильности взлетел вверх, то есть колебания на рынке вот такие. Индекс Nikkei тоже упал, Eurostox тоже упал, ну, так сказать, это следствие уже. Вот, и что самое интересное, нефть тоже упала. И на этом можно заработать. Вот в чем дело. Это же, ну, кто-то говорит, начало кризиса, что будет, это кошмар. Но, ребята, это очень хорошая ситуация, на которой можно заработать. И для того, чтобы заработать, можно, вы знаете, зарабатывать на росте, а можно зарабатывать на падении. Но рост, как правило, бывает очень-очень медленный, такой постепенный. А падение, вы видите, какое резкое. На этом можно заработать. Будет падение продолжаться дальше или нет, я не знаю. Когда-то будет коррекция. Возможно, она будет сейчас, возможно, будет продолжаться. Сегодня третий день. То есть, вчера это, ну, так, немножечко замедлилось, потому что были байбеки на рынке американском. То есть, это немножечко поддержало его. Но говорят, что, в общем-то, рынок давно перегрет. Возможно, это китайцы продавали облигации американские, потому что они грозились это сделать. Россия это сделала раньше, еще весной с Турцией вместе. Вот, сейчас китайцы на очереди, потому что идет торговая война Америки и Китая. Поэтому, ну, в общем-то, все падает. Будут падать акции. Это значит, что компании будут немножечко замедлять экономический рост. Почему они его будут замедлять? Он перегрет. Потому что, ну, уже все показатели говорили о том, что, ну, когда-то, в общем-то, рост американской экономики, он должен замедлиться. Это если произойдет, то будут снижаться цены на нефть. То же самое. И на этом можно заработать. Как можно заработать, вы увидите буквально в следующем видео. Вот, а для этого надо, надо открывать брокерский счет и иметь доступ на биржу. Конечно же, потому что, как можно сохранить деньги, например? Кто-то говорит, избавляйтесь от долларов. Но, но, рубль может упасть серьезней. Может быть, стоит купить доллары, а может и не надо. А может быть, стоит купить золото. Золото вы можете купить на бирже. Вы на бирже можете купить ETF, который номинирован в золото просто. Это акции. Это фондовые бумаги, которые, курс которых зависит от курса золота. От цены золота. Золото в долларах считается. Если золото вырастет в долларах, то это будет значительно лучше вложение, чем в доллар. Потому что золото вырастет и к доллару, а рубль упадет и по отношению к доллару, и по отношению к золоту. То есть золото вырастет, и в рублях золото вырастет значительно больше. Кроме того, на бирже элементарно вы сможете купить просто другую валюту, например, швейцарский франк. И будет лежать у вас деньги в швейцарских франках на бирже. Легко. Я это совершенно спокойно смогу вам показать, как это сделать. Вы можете купить, конечно, юаня, но не факт, что они вырастут. Потому что юань находится в состоянии торговой войны все-таки с Америкой. В этом смысле более привлекательным выглядит евро. Потому что, ну, может быть. Швейцарский франк, почему нет? Золото. Недавно на бирже открылись, вот буквально вчера или позавчера, биржа вела новый продукт. Это фьючерс на поставочный фьючерс на золото. Что это значит? Это значит, что вы покупаете фьючерс на золото, и его цена меняется в зависимости от цены золота. И когда наступает срок экспирации, то есть фьючерс, он всегда, это срочный контракт. Когда он исполняется, то вы получите металлическое золото. Вот так. И без всяких наценок. Это не ювелирка. Это не монеты. Это металлическое золото. Если вы не доверяете бумагам. Я больше доверяю бумагам. Почему? Потому что, ну, это интереснее. Потому что не надо мучиться с хранением, не надо, так сказать, проблем вот этих вот с экспертизой. То есть бумаги, бумаги, золото. У вас будут проблемы с экспертизой, проблемы с продажей золота, если вы вдруг захотите продавать. Но это, возможно, тоже на бирже. Как зарегистрировать брокерский счет, я рассказываю на своих курсах. Демитков.юр.ком. Поэтому обращайтесь. Ссылочку вы видите. Люди уже прошли вот эти курсы. Многие мы обсуждаем там в чатах. То есть все, кто идет на курсы, они включаются автоматически в чатах, в телеграме. Мы обсуждаем, куда инвестировать, как инвестировать. То есть вы будете в курсе всегда событий последних. Мы следим за пульсом. И вы сможете среагировать на те изменения, которые происходят в мире. А они как раз сейчас происходят. И как раз сейчас происходят самые сильные изменения. И на сильных изменениях кто-то становится богаче, а кто-то беднее. Я хочу, чтобы богаче стали именно вы. Поэтому там кнопочка demitkov.yur.com. Выбирайте. Курс в записи самый лучший, который стоит 3000 в записи. Значит, там совершенно очень хорошо структурированная информация. И все будет. До встречи, друзья. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.